Среднеразмерные седаны, вроде бы вымирающие по всей планете, неплохо чувствуют себя в Китае. Об удлинённом Audi A3 мы уже рассказывали, а теперь обратимся в масс-маркет. Hyundai Mixtra не просто удлинённая версия глобальной модели, а разработанная специально для Китая машина. На автосалоне в Гуанчжоу дебютировало уже второе поколение Mixtra. Новинка искусно вписана в иерархию марки Hyundai. Седан получился на 13 см длиннее новой Elantra и на 12 см короче Sonata. В техническом смысле Mixtra это всё-таки растянутая в длину Elantra, но кузов и салон переделаны полностью. Хотя общую архитектуру интерьера со сдвоенными экранами всё-таки можно узнать. К слову, диагональ центрального дисплея 12,3 дюйма. Чисто бензиновых модификаций две – кондовый атмосферник 1.8 с вариатором и более продвинутый полуторалитровый турбомотор с семиступенчатым роботом. Помимо этого есть чистая электрическая версия. Она же по совместительству самая мощная и самая дорогая. Цены назовут весной, ближе к началу продаж. Но за пределы Китая Mixtra, судя по всему, не выйдет. Схожим путём пошла и Тойота, представив в Гуанчжоу новый Элеон. Заметим, что имя для Тойоты не новое. На внутреннем японском рынке давно продаётся одноимённый седанчик. Но к китайской модели он никакого отношения не имеет. Континентальный Элеон – это корола с растянутой на 5 см колёсной базой. Но благодаря переоформленной передней части, оригинальной решётке, бамперам и задним фонарям узнать исходник довольно трудно. По замыслу Элеон займёт место между Короллой и Камре. Но если китайская Королла – это турбомотор 1.2 или гибрид, то единственный мотор Элеона – двухлитровый атмосферник, которому помогает вариатор с девятью виртуальными передачами. И закроем тему удлинённых машин кроссовером Peugeot 4008. Напомним, что во втором поколении это уже не клон Mitsubishi SX, а растянутый Peugeot 3008. От известного в Европе и России паркетника китайцы отличаются увеличенной на 5,5 см колёсной базой. А в остальном всё идентично. Неудивительно, что рестайлинг провели вслед за евроверсией и по тем же лекалам. В Китае у 4008-го есть два бензиновых турбомотора – шести- и восьмиступенчатый автомат. Привод, конечно, передний, но чуть позже будет квазиполноприводный гибрид. Одновременно с младшим братом обновлённый семиместный Peugeot 5008. А третьим в группе новинок будет удлинённый плагин гибридный не лифтбэк, а седан 508. Интересно, что цена известна только для него. Примерно 2,5 миллиона рублей в пересчёте. Российские потребители о таком прайсе на подключаемый гибрид могли бы только мечтать.